Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 15 октября, и несмотря на то, что в текущий момент компания Blizzard не дала анонс до сих пор касательно старта обновления 10.2 и старта третьего сезона, мы прекрасно знаем, что новый контент ждёт нас где-то в середине ноября. Потому что середина ноября — это неплохая дата для старта обновления, сезона. Видосик отдельно на данную тематику ранее был на YouTube-канале. Ссылку закину в описании. В этом видео поговорим о мете, которая будет в обновлении 10.2. Многие люди задаются вопросом о том, а как себя чувствует тот или иной класс. Стоит помнить о том, что до сих пор идут тесты, возможно разные корректировки. То есть в целом Blizzard работает над балансировкой. Финальный результат неизвестен. То, что даёт до релиза — большая загадка. Также стоит понимать, что это всё строится на основе предположений. И также хочу с вами обсудить разные мысли касательно MIFIC+. Ведь я знаю, как вы сильно их любите. Мысли довольно-таки философские, глубокие. И, быть может, если вы правильно их поймёте, то ваше вообще представление об игре изменится. Первая мысль, которая была изложена на сайте ICVents. Невероятно важно подчеркнуть, что если специализация DPS находится внизу списка уровней, ну то есть всей этой мета-списка, это не значит, что вы должны полностью игнорировать этот класс и спек. Любой класс может рассчитывать на прохождение 20-го ключа. Абсолютно верно, я полностью с этим согласен. Некоторые люди собирают ключи только по мета-сетапу. И это довольно-таки забавно. Видеть, как в 17-й ключ инвайтят только мета-представителей, только мета-классы. Полный бред, абсурд. И да, любой класс может закрыть 20-ку. Кто-то там на день позже, кому-то нужно чуть больше гира. Но в целом это всё закрываемо. И всё проходится. Есть лёгкие ключи, есть более сложные. Викли-сундук можно закрыть, основываясь на какие-то лёгкие ключи, которые там либо быстро проносятся, либо там с определёнными аффиксами определённые лёгкие ключи. Вторая мысль. В подавляющем большинстве случаев стоит выбрать лучшего игрока, а не лучшую специализацию. Это не значит, что вам никогда не нужно думать о составе вашей группы MIFIC+, или игнорировать мету. Просто в большинстве случаев навыки игрока будут более важными, чем разница между классами. Абсолютно верно. Шаман, кикнувший один каст за весь данж, маг, не дающий геру. Много можно придумать различных интересных моментов, связанных с классами. Но, пожалуй, человек, который исполняет свою задачу превосходно, он всегда будет лучше, чем мета-класс, который вообще ещё и вылетит посреди ключа. Третья мысль. Помните, что список уровней основан на среднем ключевом уровне 20-й. Да, 20-й ключ — это в целом средний ключ. То есть не высокий, не низкий. Некоторые специализации получают значительно большую ценность в группе более высокого уровня по сравнению с группой нижнего уровня из-за их профиля урона. Абсолютно верно. Да, кому-то нужно раскастоваться, у кого-то долго идут бурсты, кому-то просто нужно реально больше времени, чтобы выдать свой дэмэдж. Паки, когда умирают мгновенно, некоторые классы вообще дать почти ничего не могут. К сожалению. Четвёртая мысль. Этот мета-список, в отличие от многих других, не является постоянным. Места некоторых классов будут повышаться, понижаться, в зависимости от ключевого уровня, состава группы, комбинаций аффиксов или иных изменений в подземельях. Этот список будет обновляться, и он ещё обновится несколько раз до запуска третьего сезона. Всё верно. Половина этой мысли мы можем отнести для текущего видосика. То, что порой нам нужно снять какой-то дебаф, нам потребуется определённый класс. Порой нам нужно где-то там станчик какой-то подкинуть, рейнджовый кик коста, контроль сделать. Там где-то захочется, например, вообще мобов стянуть. Вдруг нам захочется видеть дека в пате. Всё возможно, то есть всё имеет место в целом быть. Надеюсь, такие философские мысли не особо вас нагрузили, и надеюсь, что они были хотя бы полезны. А теперь пройдёмся по этому списку. Многие люди играют в Mythic+, поэтому начнём именно с него. На текущий момент именно такой список, именно такой тир классов. Мы видим то, что Outlaw разбойник находится в топе, Havok, Demon Hunter, Auk, Evoker. То есть, да, что-то поменялось. Да, например, ШП пониже. Fire Magi тоже до сих пор хороши в целом. Да, не в топе. Да, возможно, это уже не будет какой-то гад компилейшн, как на текущий момент в втором сезоне. И слава богу, потому что в тот момент, когда во втором сезоне играет только 5 спеков, это грустно, это невесело. Люди ливают из игры, люди хотят играть в Mythic+, им не дают играть в Mythic+. Если мета будет более разнообразной, если классы будут иначе себя как-либо показывать, то это в целом неплохо. То есть, на текущий момент именно так. Касательно ARMS-ов написано то, что им там нужен якобы какой-то hotfix, их должны реворкнуть. Не знаю, что это значит, не в курсе. Касательно Devastation, то есть, дамагеров, драктиров, их нужно потестить, им нужно больше тестов. То, что их мало протестировали. Окей. То есть, на данный момент как-то так, и в целом неплохо. В целом пойдет. Будучи анхоликом, я знаю, что я закрою 20-ки в первые недели, я оденусь в замечательнейший для рейда, и для меня это самое главное. Закрыл 20-ки, и сидишь себе эпохальный рейд, осваиваешь постепенно. Это замечательно. Также, конечно, помимо Mythic+, в PvE у нас имеются еще и рейды. Помните о таких? Там в 20 человек ходят, в 30 человек ходят. Немногие люди, конечно, посещают рейды, к сожалению. Но все же, этот список взят с другого сайта. И тут суммирован рейд и Mythic+. То есть, скомбинирован этот мета-лист. И получается вот как-то так. Где мой любимый анхолик? Мой класс, на котором я играю. Также тир в целом нормально. Феррал что-то делает в тире S, в тире АС. Это, конечно, довольно-таки интересно. Но, опять же, это комбинированный мета-список. То есть, если класс, например, фиговый в Mythic+, но идеальный в рейдах, то он будет где-то в серединке. Ну, как-то так. Касательно хилов, касательно танков, у этого сайта тоже есть комбинированная мета. И вот получается как-то так. Хилы и танки. Правда ли это, что будет на самом деле в 10-2? Вопрос довольно-таки хороший. Будем следить, будем смотреть. В целом, все будет видно за несколько недель до старта сезона. Потому что именно к этому моменту сделают какие-то финальные правки. Финальные правки как классов, так и тирсетов, так и многих различных способностей, которые только имеются в вове. Получается как-то так. Какому мета-списку верить? И верить ли им вообще? Решайте сами. Думайте сами. Я же абсолютно все вам высказал. Все абсолютно показал. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.